Всем привет! Снова мы на нашей кухне. Наташа и прекрасные манго. Будем делать распаковочку, будем их открывать и показывать вам вкусный вкус. Открывать, распаковывать! А я бы сказала продолжать дегустировать манго. Давай расскажем. Мы вчера бежали в магазин, как на татаро-монгольской игре. Просто бежали, потому что очень жарко, и мы на такси заехали с тренировки. Смотрите, что мы купили. Мы купили два сорта. Прошлый, вот предыдущий, мы как раз пробовали альфонса, и он явно был из Индии. Вот, вот это два альфонса. Смотрите, он по размеру. Он не будет больше. Вот это его размер. Вот два альфонса. Мы две штучки альфонса взяли и две штучки другого. Мы еще не назвали, да? Наташа берет манго альфонса. Индийский, да? Такая цена 8,95. Говорит, валахаты возле косточки, но вкусные. Говорит, валахаты возле косточки, но вкусные. Любите манго? Пишите в комментах. Альфонса Индия. Индия. И второй сорт, бадами. Тоже индийский. Бадами называется. Тоже индийский. Смотрите, по цене он получается... Вот эти два бадами... Вот эти два бадами... Ну, вот что значит быстро покупать. Вот это два манго завесило 605 грамм. Полкилограмма. И стоит 6,63, но это 2 доллара с чем-то. Да, 2 доллара с чем-то. Ну и килограмм здесь 10 долларов. Ой, 10 долларов. Ну, мне кажется, здесь не включено этот... Ну, 3 доллара. 3 доллара килограмм у таких вот шикарных... При этом, Альфонса, вот эти две штучки, дороже стоит. Завесил 480 грамм, 7,80. Ага, килограмм 15. Ну, это 16 дирхам, если с этими... То есть, Альфонса дороже. И сегодня мы попробуем сравним Альфонса с бадами. Так, какое я хотела вот это взять. Да, кстати, это яблочный сок, чтобы что-то не подумали. Чего это, кстати? Очень... Ну, на всякий случай просто. Так, какой первый? Давай бадами. Бадами-бадами. Бадами-бадами. Я, кстати, в прошлый раз, Куда Альфонса, да, я его так разрезала и пыталась разорвать, и он, конечно же, весь растекся. То есть, вот, я его... Надо резать ближе к этой косточке. Да, кстати, кто не умеет разрезать манго, смотрите, как Наташа это делает. Я, например, не умею. А что ты умеешь? Взял, надкусил и ешь. Главное, иметь манго. Так, бадами. Аромат уже потрясный. Я думаю, давай разрежем сразу Альфонсика, да? Угу. Прикольно, какие-то надрезики делать, потом так раз... И укусики. Научились красоту делать. И, кстати, там еще сорт лежал какой-то, но я не запомню. Он весь зеленый был, и мне показалось, что тоже батареон называется. Ну, зеленый просто можно кинуть, и он будет дозревать. Ну, мне кажется, это был... Ну, эти тоже-то, смотри. Как ты классный. Ой, мне сейчас аромат идет. Просто вот себя запахом англит. Класс, а теперь давай смотри, вот этот вот зеленый что-то он еще не доспел. Да, давай оставим, чтобы он доспел. А я хочу их вдвоем попробовать. Вдвоем? Ну, да, и тот, и тот. А что мы? Не, я думаю... А, ну вот один зеленый, может, оставишь, а один попробуешь. Нет? Нет. Мы что, не заслужили? Мы столько, столько манго сегодня съедим. Ой-ой-ой. А мне кажется, надо их... Это же здорово. Пока сезон, надо их накушаться. Мы как-то не очень их едим. Не, ну если бы можно было просто выходить каждый раз. Я повторюсь, мы ехали на такси с тренировки, мы решили заехать и пробовали там целых 15 минут. Конечно, стояние... Ожидание таксисту мы оплатили, но сам вариант, что дойти до гроши, дойти до магазина в данный момент просто является нереальным. Так, это ползеленавады, да? 49 температура воздуха. Ну, конечно, ночью холодает, 47, но это нас не спасает. Совсем ночью, кто-то говорит, 26, 30. Нет, 29. 29, но совсем ночью и маркет это закрытый, в принципе. Смотрите, наш друг купленный в Таиланде, он нам помогает готовить. Его зовут просто Желтый. Или Желтый с розовым носом. Иногда он скажет, что это ручная работа. Да, это ручная работа. Ты что-то вязал крючочек. Мы ехали в Аютаю на экскурсию в Таиланде. И вот я решила его купить. То же, что стоил доллар или меньше доллара. Наташа не хотела, чтобы я его покупала, но потом он все время болтался у меня на рюкзаке. И мне понравилось. Даже понравилось. Вообще, она не любит, когда я всякую такую ерунде не покупаю. Так, вот это смотри. То есть Альфонсо водами. Альфонсо где? Справа. Альфонсо, знаешь, более такой, более плотный, более оранжевый цвет. Так он более насыщенный. Аромат. А сейчас уже нет, не знаю. А это более холодильный, да? Карту камеру это двинет. Ух, они по-разному пахнут. Я бы не сказала, что что-то хуже, что-то лучше. Они просто разные. Ну, это более как... Ну, Бадами мы уже пробовали с тобой, да? Бадами, Бадами. Нет, мы Альфонсо. Ну, Альфонсо мы делали уже, мы его разрезали уже. А Бадами мы когда-то пробовали, да? Конечно. Давай сначала попробуешь, а потом я уже попробую. Так сейчас отложу. Так, я отрезаю вот так вот. Я думаю, это так будешь прям выкусывать. Не, ну, можно так, но а эстетика? Эстетика. Я тебе вилочку даже дала. Сейчас попробую. Зачем мне вилочку? Ну ладно, спасибо. Так, я Бадами постоянно покупаю. Я что хочу сказать? Я не... Самые любимые манго у тебя есть, что просто рекомендовать людям, которые... Альфонсо, мне кажется. Дай я передавать сюда. К сожалению, вот я же говорю, что Альфонсо это очень вот он сезонный. Ну, хотя понятно, что это продукт, в принципе, манго сезонный, но на прилавках он практически всегда. Хотелось бы домой привезти, конечно, мамин попробовать. Никогда она такого не пробовала. Так, смотри, вот это Альфонсо, вот это вот Бадами. Так, Бадами справа, Альфонсо слева. Да. Бадами все-таки, да, он более темный. Он белесый, мне даже кажется, как-то, да? Альфонсо, я себе тоже вилочку возьму, буду как это. Давай, бери вилочку. Сейчас уже можем, в принципе, ты порезала, уже можем переводить камеру и пробовать, да? Я буду, да. Сейчас. Привет всем, вот я. С такой новой прической. Хотела постричься на лысо, потому что мне жарко, но школа мне не разрешает спричься на лысо. Ой, вкусно. Вкусно? Бадами. Значит, он сладенький. Ну, что сказать, он сладкий. Он вкусный, насыщенный. Альфонсо. Альфонсо? Альфонсо это бомба. Да? Альфонсо круче. Альфонсо для меня он круче. А по цене Альфонсо дороже? Дороже. Он настолько... Ну, не то, что он мягкий. Наташа обожает. Вот кладешь в рот, как сливочное. Вот что-то тверденькое, сливочное, ароматное. Ну, вот, кстати, в этих сортах, ну, если, ну, что хочу сказать по поводу хвойности. Все манго, в них присутствует вот этот вот хвойный аромат. И вот я покупала перуанский, по-моему, кенийский и австралийский манго. Ну, так написано. Австралия, Кения. А, нет, пробуйте. Какой тебе дать? Так сказать, я угадаю. А, ну, закрой. Ладно, я сейчас закрыла глаза. Вот, закрывала. Как же я угадаю это? А ты скажешь, что тебе вкуснее. Это очень спелые. Закрывай глаза. Мы так играем, сидя, у нас жара на улице. Открывай, открывай рот. Упал. А зачем тут много давать? Ну, так получилось. А это тоже спелые. Это волокнистые. А что, по-моему, раз больше? Первый, наверное, по-моему, раз больше. Ну, значит, кушай водами, я буду даже в конце пушать. Ну, нормально, мы не посолимся. А почему? Расскажи, почему. Они более спелые. Не, ну, водами мне такой, более спелый, такой манго, будто вот такой сок фрешный был. Это, конечно, женщина. А это будто волокнистый немножечко такой, я чувствую. Ну, видишь, волокнистый? Вот как будто тянется он в конце. Как жвачечка. Кстати, помните, я вам говорила, что Альфонсо возле косточки, он уйдет вот это вот волокнистый, который застает в зубах. А вот сейчас я бадами, вот эта косточка, да? Вот это уже косточка. Я попробую бадами это. Бадами-бадами. Ммм, тут нету такого. Нету, просто нормально вкусненько можно обгрызть косточку, она не тянется в зубах. А сейчас я тебе покажу это. Давай, показывай, будем сравнивать. Дорогие подписчики, если вы будете в Эмиратах, это вообще классно выйти в магазин, в любой молотку, купить себе фиников. Манго. Фиников тоже. Все, у меня зубы, покажи косточку. Вот это косточка этого сорта Альфонсо, и она все уже, она в зубах, если она очень много вот самого мяса. Манго-ммм, она вкусная, но его... Капец, все застреет в зубах. Ммм, не хочу. Не хочешь? Нет, вкус не хочу. Мне нравится Альфонсо. А тебе нравится бадами. Я могу есть любой сорт, но почему-то мне вот бадами показался более спелый такой аж прям вкус. Почему-то такое манго вкусное. И фреш тоже хорошим. Мы когда фреш берем, мы же не знаем, какой они сорт в доходу, правильно? Ага, и сейчас сколько-то шахар добавляют. А мы всегда просим no sugar, no ice. И не кладите сахар, и не кладите лед, потому что лед это как разбавить фреш. Зачем не разбавить фреш? Лучше положите больше фрукта туда. Так что, кстати, тоже будете в Эмиранах брать фреш, а вы что стоите 10 дирхам, 2,7 доллара. И довольно-таки большой фреш 0,5-0,6. Говорите, no sugar, no ice. А бананы тоже вкусные. Бананы вкусные, ну как может быть манго не вкусные. Мы разрезали и попробовали. Разве что, может, переслевали. Только немножко кислиночка есть, но немножко совершенно. Но это два вот реально классных сорта. И вкусные. Опять же, обычно манго, у него есть эта хвойность. И она мне не нравится. Вот именно то, что я назвала сорта. Наташа уже все. Извините. Они зеленого цвета, и у них бачки такие бордовые. Бачок, какие-то сорта. Он перуанский, я даже взяла попробовать. Думаю, ну может быть, это дорогой самый перуанский. Австралийский, по-моему, самый дорогой был. Он там 40 дирхам. Да, мы уже 40 дирхам, больше 10 долларов. Мы не берем. Что, ну я же брала, что-то не берем. Ты брал? Я не пробовала, наверное. Но я тебе не давал. Вот так. Зачем ты же их не любишь, как бы? И они такие, они твердые получают. И они сколько не лежат, они все равно твердые. И так зачем это брать? И вот этот вот хвойный вкус, привкус хвой. Мне он не нравится. Здесь он тоже присутствует. Видите, что спелее. Видите, что спелее. Если Бадами Альфонсо видите, можете это брать, конечно. Если они стоят 10-15 дирхам, а этот стоит 40 дирхам. Конечно, разница большая. Но кто-то любит, мало ли. Ну, если есть деньги, конечно, побалуйте себя тем, что... А еще есть, но этот сорт, он очень, очень, вообще там месяц, по-моему, он начал в марте где-то, называется Голден. По-моему, Голден. Так, а он Волден откуда? По-моему, он растет тоже. Он Йемен? Или... По-моему, Йемен, Бомани, Бомани. По-моему, в Эмиратах тоже он растет, произрастает все. Кстати, видели наше видео ферма, что растет в Эмиратах? Посмотрите, где он усунила на ферме. Кстати, надо будет вернуться и посмотреть. Может, он уже в манго посадил, мы бы тогда купили пару килограммов. Ну, на ферме вообще довольно-таки много всего, может, растим. Слушай, а помнишь манго на Бали? На Бали, на Бали. Когда мы приехали, и там был не сезон вот такого оранжевого манго, и был сезон белого манго. А я так мечтала, приеду сейчас все на прижас, сока, поем манго. А какое-то время года было? Мы были в конце марта и в начале апреля. Это были мои весенние каникулы учителя. Ага, вот так вот, так что... И вот как раз получилось. В то время это не период для манго. У них произрастает этот... Что, да, манго сезонных был здесь, в Эмиратах. А был именно белый. И он, ну, знаете, такой более густой. Ну, масленисты нельзя сказать, у него нет. Ну, вообще, аромат не очень, да, понимаешь? Ну, я, по-моему, я даже не пробовала. Нет, я, по-моему, помнишь, что это соки делали. Ну, да, ну, хотелось, ну, совсем не так. И я удивилась, что еще бывают белый манго. Так что мы в Эмиратах, потому что манго здесь те. Да, мы именно поэтому. Поэтому причине мы в Эмиратах. Только из-за этого из-за манго. В общем, люди, пишите в комментах, как вам такая распаковочка фруктов. Вообще, пробовали ли манго, хотели ли попробовать. А мы, наверное, все-таки начинаем кушать манго. Потому что, смотрю, мало остается, исчезает. Надо успевать. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока. Пока, пока.